я начал запись кидаю тебя в шлак ты так хочешь а ты как хочешь ты можешь это на ключ сделать все было нормально просто пищи не пройти склонировать свой Так, теперь я перехватываю экран. Там безопасности, есть пункт, там галочку поставить, чтобы разрешить, можно было не перехватить экран. Безопасности. Давайте я просто хостом сделаю, мне кажется, так можно. Нет, там просто в security зайдет, там есть такая галочка, share screen. Окей, поставил галочку. Все, я могу это теперь демонстрировать, включить. Все. Так, получается, я захожу в Slack. А, смотри, ну, просто уже выберу ключ, копирую. Отвод заходил. Ну, я уже за уровень. Сейчас я вставляю. Все. Так, ну, вот все уже началось здесь. Получается, здесь в первом вопросе нужно найти адрес, который коммуницирует с этим. То есть находится в сети. Тут, как бы, варианты вообще, то есть, ну, не нужно думать даже. То есть, здесь единственный адрес, который сразу бросается в глаза, который может коммуницировать с этим адресом, то это вот это. То есть, даже если мы посмотрим потом по 20, по маске, которую выделим, 29 бит, у нас это единственный адрес. Ну, адрес вот этот проходит. Ну, никак не получится то, что вот 43.54 там. Хорошо. Расскажи, что означает маска 29. Маска 29 означает то, что для маски выделены 29 бит, следовательно, первые 29 бит адреса, ну, то есть, они будут уходить, ну, будут везде одинаковые для этой сети, а чтобы, а вот остальные, у нас остается уже 32 минус 28, то есть, остальные вот три нуля, три бита, точнее, и они уже будут определять вот именно адреса этой сети. То есть, они будут определять количество кого? Ну, да, это количество адресов, то есть, там, хосты, широкополосные адресы, и так. Хорошо, давай дальше. Так, здесь нам опять дается адрес с маской. На маску у нас не нужно посчитать количество хостов. У нас для маски выделено 15 бит. Считается у нас количество хостов, это в два степени, то есть, на количество нулей, и еще потом из этого вычитается два адреса. Это широкополоса и адрес сети. То есть, так как у нас IPv4 имеет 32 бита, и получается, вычтите из него, то есть, 15, мы получим, что у нас количество нулей будет 17. Мы можем тут посчитать, то есть, возвести 2 в 17 степень, и сразу же вычтите из этого два адреса, то есть, адрес сети и адрес широкополосной. Расскажи мне, что будет, если отправить какой-то, не знаю, сигнал, сообщение на широковещательный канал. Он будет вещать для всех адресов этой сети. Да, хорошо. Так, ответ да, правильно, идем дальше. Так, здесь у нас, получается, нужно определить адрес сети. Как раз таки это у нас... У нас маска 24 бита, следовательно, у нас она покрывает первые, все первые три сегмента. Акте-то, да? Ну, Акте-то, да. Три Акте-то, и получается, то, что адрес сети у нас будет соответствовать 214, 81, и точка 105, и точка 0. То есть, это у нас адрес. Да, все верно, давай дальше. Здесь у нас говорится, какой протокол использует, включая в себя IP-адрес, маску, ну, то есть информацию о IP-адресе, маске, DNS-информацию. И это протокол у нас для HTTP. Расскажи, как расшифровывается DNS. Это Donate... Donate Name System, вроде так. За что вообще отвечает DNS? DNS у нас, получается, и у нас есть адреса в виде чисел. Он просто переводит из чисел в, допустим, такие адреса, которые мы вот так будем выделять, в виде названия. То есть, допустим, netvot42.fr. Он этот адрес, то есть это имя переводит, то есть числовое имя он переводит в нормальную точку. Как так? Мне еще нужен DHCP. DHCP нужен, чтобы автоматически выдавать участникам сети вот IP-адреса. Ну, да, хорошо. В подробности лезть не будем. Там, где offer, request, вот это все дело. Так, ну, да, все нормально, давай дальше. Которые у нас из следующих адресов приватный IP-адрес. Здесь у нас единственное, которое приватный IP-адрес, c192.168. Можешь все промежутки назвать, все промежутки приватных адресов, ну, там, примерно. 172.16.0.0 до 172.31. Не, ну, понятно. И последний. И еще есть 10. Да, все, хорошо. Давай дальше. Так, следующий. Задача понятна, да. Да, то есть мы можем опять сейчас присутствовать. Считай просто, да, я уже слышал, что ты понимаешь, как это делать. Так, опять считаю. И у нас 65, 534. Так, надо перенести. То есть, и вот у меня получается... Да, все правильно. Не вижу. Давай дальше. Адрес сети, вы не знаете. Адрес сети. Так. Получается, у нас адрес сети, это самый первый адрес, можно сказать. Здесь у нас маска сети 25 бит. Следовательно, все первые вот эти три актета у нас сходят. Но также у нас есть число... То есть от числа 77 нам нужно еще, получается, самый... То есть первый бит взять еще, то есть по бит его сложить. То есть нам надо сначала перевести, и получается число 77 в десятичное. Что мы получаем? Тут, конечно, перевод у нас... Ну, ноль не показывает, верхний, да? То есть первый. Видно только 7 чисел. Следовательно, у нас же первый бит, у нас единичка. То есть, следовательно, когда мы по бит его сложим с этим адресом, то есть у нас получится здесь вместо 77 у нас получится ноль. И, получается, адрес сети в данном случае, получается, начинается вот с... И ты калькулятором не пользовался? Я какими... Ну, вот такими калькуляторами пользовался. Не-не-не, есть специальные IP-калькуляторы, которые это все дело считают за тебя. А, ну, да, при проверке мне один использовал. Ну, окей, хорошо. Здесь нет вопросов, давай дальше. Здесь нужно, получается, опять же, посчитать количество... Максимальное количество хостов для этой сети, да, как считал. Да. Ну, тут нам маска представлена в виде адреса. То есть мы можем, имея вот эту данную запись, посчитать. Ну, расскажи, какая здесь маска, сколько там единиц, и можешь сразу выбрать и считать. Маска, то есть у нас первый актет занимает, то есть полностью покрывается, то есть 255, это у нас 8 бит. Второй актет у нас занимает, ну, всего 254 мит. Следовательно, он, в сожалению, у него размер 7 бит. Да. Потому что 255 минус 1, это как раз последнее число убавляется, у нас последний бит, получается 254. Следовательно, размер маски у нас будет 15, и, опять же, то есть у нас количество нулей, которое остается, равное 17. И у нас, если мы посчитаем, то есть вот так хочется, опять же, по формуле, у нас получится 131.070. И данный ответ у нас вот так вот соответствует. Не вопрос, идем дальше. Ну, здесь все просто, IPv4, а у нас имеет 32 бита. IPv6 сколько занимает? IPv6 128 бит. Хорошо, давай дальше. Здесь нам, получается, нужно определить... Ну, диапазон найти. Диапазон, да, диапазон, не раньше диапазон. Так, с этого адреса с данной маской. Маска у нас 29 бит. Следовательно, у нас все три где-то покрываются, вот эти первых. Но еще от этого числа у нас покрываются еще 5 бит. Ну, чтобы поподробнее, то есть мы сейчас вот это число переведем. 147, не переводим. То есть у нас первые 5 у нас покрываются. Следовательно, у нас мы сейчас можем... Не вот это число. То есть сейчас обратно переведем его. Только из двоичной, из десятичной. Так, правильно перевожу? Еще один, может, забыл. Так, мы получим число 144. Оно будет являться... То есть адрес 234.186.205.144 Это будет являться адресом сети. Но нас просят найти range. Тогда мы... То есть range у нас начинается со следующего адреса после адреса сети. Ну, как бы с первого хоста, да. Все правильно. А как ты конец нашел? Конец, как мы считаем. То есть у нас... Вот когда опять... Сейчас у нас 147 переведем. Из десятичной, двоичной. У нас есть тут три бита остается. То есть у нас вот эти все... То есть у нас подмазка там уходит. А вот эти мы можем играться. То есть, так сказать. И следовательно, мы можем сейчас записать максимальное число, которое у нас здесь есть. То есть это... Тут еще единицу поставить. Так, получим 151. Это у нас широкополосный адрес. Да. И... Ну, мы его опять же не используем. Поэтому это будет адрес... Ну, 150. Хорошо, давай дальше. Здесь опять все просто. Здесь у нас единственный адрес, который подходит. То есть, ну, 71. Да, я вижу. Да. Получается, здесь нужно маску для класса C указать. У нас маска для класса C занимает 24 бита. И, следовательно, она будет представлять собой 255.255.255. Класс B какой был? Класс B у нас занимает 16 бит. Следовательно, он был 255.255.0.0. Класс A? Класс A это вот. Да, понял. Молодец. Давай дальше. Здесь нужно выбрать высказывание, которое не соответствует правилам. У нас здесь все высказывания относятся к TCP, кроме данного высказывания. Потому что TCP, у него не только базовые есть проверки ошибок, а вот это базовые ошибки проверяются. Только данное высказывание соответствует как раз-таки ODP. Давай вкратце, в чем принципиальное отличие от TCP и UDP. ODP у нас получается более быстро, чем TCP. Он используется тогда, когда нам нужно постоянно быстро передавать пакеты данных. Допустим, как при стриминге, при онлайн играх используется этот пакет. Вот мы сейчас с тобой в зуме разговариваем. У нас по какому протоколу это идет? По TCP или по UDP? По протоколу UDP. У нас как раз у UDP у нас возможны потери пакетов. То есть как раз-таки разрывы связи. Хорошо, а что у UDP с проверкой ошибок? Как раз-таки у него базовая проверка ошибок стоит. То есть механизм проверки. Ну да, чип сам. Хорошо, правильно, давай дальше. Ты из Казани или из Москвы? Я из Казани. Понятно. Здесь у нас какой... Ну, получается, подобный же вопрос, который был. Просто у нас дана другая маска. Размеры этой маски у нас. Ну, давай сразу скажи, какая там маска и считаем сразу. Маска размером 10 бит. Опять же, мы, получается, начинаем считать. То есть у нас остается 22 бита. Мы возводим 2 в 22 степени. Подожди, подожди, подожди. Можешь вернуться, я посмотрю еще раз на эту маску. Как же она у тебя? То есть, смотри, 192 это... То есть 128? Это у нас 1 бит. Да, я понял, я понял, что ты имел в виду, извини. Я просто по количеству нулей считаю, не по количеству единиц. Ну, ты правильно все сказал. Да, маска такая. Можем дальше идти. Так, ну, ответ у нас впадает. Так, следующий вопрос. Опять нужно определить range. Можем опять перевести. То есть для проверки. Так, у нас от числа 13 у нас первые 5 бит у нас уходит под маску. Сейчас мы приводить. 13. То есть у нас вот это число уходит под маску. А как раз таки, если мы переведем десятичную, то есть у нас останется 0, 0, 0, 1, 0, 0. Так, 1, 0 поставил. И это будет у нас число 8. То есть адрес... Ой, адрес сети у нас будет для данного адреса и этой маски будет соответствовать 255.127.242.8. Следовательно, range у нас хостов начнется с девяти. Да, правильно. Теперь максимальный адрес по той же... То есть, окей, определяем. То есть у нас так как... Сейчас еще раз переведу. Так. То есть у нас... Вот здесь мы опять ставим 3 единички. Так. Что не так сделаю? А, да, точно. Я забыл, у нас же еще числа 13 есть. Так, а числа 13 еще у нас единичка в маске сохраняется. И поэтому мы, когда вот этими числами оперируем, то есть когда мы максимально выставляем там единички, то у нас получается число 15. Это, в данном случае, адрес... Только решательный канал, да, я понял. И у нас, получается, range заканчивается на точке 14. Все правильно, давай дальше. Так, ну, здесь опять единственный адрес, который сразу же бросается в глаза. Да, ты вижу, давай следующий. А, ну, тут уже... А, я у тебя уже спрашивал, да. Спрашивал, и тут как бы ответ такой. Так. Тут у нас получат спрашивать, что из предложенных... А, какой из предложенных протоколов использует PUDP? PUDP у нас используется из этих протоколов только DHCP. А остальные все протоколы используются в TCP. То есть, HTTP, FTP и HTTP, они используются в протоколе TCP. Хорошо. Следующий. Да. Опять нам нужно определить range. Угу. Так. У нас тут есть, получается... Вот в данном актете у нас один бит не входит, то есть, мозг. Следовательно, у нас здесь тоже будет вариация. Ну, то есть, при максим... Когда мы будем максимально задавать число, то есть, максимально адрес выбирать, то есть, нам тоже здесь единичек надо будет стоить. Если мы сейчас переведем 156 в двоичную, 156 в десятипичную и двоичную, у нас как раз-таки получается, что под маску уходит свое число 156, а тут еще есть... Еще 0 остается. И как раз-таки, когда мы туда единичку выставим, вместо 0, у нас будет получаться число 157. Как раз-таки, когда мы... То есть, у нас сетевой адрес... Первый адрес хостановый будет начинаться с 200.156.0.1 и будет заканчиваться уже 200.157.255 и .254. Да, хорошо. Давай дальше. А, то есть, приватный IP-адрес... Мы уже говорили, да. Я помню. Молодец. Все хорошо. Все вроде правильно. Думаю, пройдешь. Так, ну я тогда останавливаю запись.